Привет! Как дела? Сегодня расскажу о том, как мы с мамой пытались физически справиться с ситуацией в Лондоне, когда погиб мой брат. Начну с того, что как раз в тот день, когда мне позвонила соседка и сказала, что что-то произошло с моим братом и что меня ищет полиция, я накануне ходила фуллом на рынок и купила себе огромное количество ягод и фруктов, и клубника, и малина, и черника, и даже ежевика. Все это вместе собрала в тарелку, засыпала сахаром и тут позвонила она. И так как она сказала, что там вроде бы как что-то серьезное, я так подумала, не дай бог, не дай бог что-то с ним случилось. И я не могла весь вечер есть вот это вот все, я вообще ничего не могла есть. И на следующий день, когда приехал полицейский и все мне это сообщил, я так же не могла ничего есть, ничего не лезло мне в горло. Все это было не только от того, что я узнала о смерти своего родного человека, но также от того, что мне в это время надо было как-то сообщить о смерти брата моей маме. Можете представить, какое здоровье было у мамы после этого. Конечно же терять и хоронить своих детей мало кто планирует в жизни, но вот так вот получилось. И конечно, когда она прилетела, очень сильно переживала, чуть ли не выла, мы обе вместе плакали дома по ночам. Нам в это время очень сильно не хватало поддержки. Никто нас не поддержал в тот момент, ни друзья, ни родственники, все как-то быстренько отпали. То есть психологически было тоже очень тяжело. В чужой стране справляться с каждой нестандартной ситуацией, а когда погибает человек от несчастного случая, там все нестандартно. И конечно в тот момент нам не хватало каких-то таблеток или каких-то лекарств, чтобы поддержать свой иммунитет. Вообще в нашей семье иммунитет у всех сильный. Но именно в тот момент мы даже чувствовали, что он у нас очень подорван. Мы решили обратиться к врачу и попросить какой-то хотя бы сделать маме успокоительный укол. Потому что потерять своего человека и просто так на обезболивающих или на каких-то успокоительных таблетках не выплывешь. Особенно в чужой стране, когда этих таблеток в принципе нет. Нельзя ввозить сильно действующие лекарства в Великобританию. Но об этом я тоже буду рассказывать. И мы пошли в мою поликлинику, там записались на прием. Но нам медбрат сказал, что никаких успокоительных уколов они не делают. И могут только пообещать, что нам на телефон перезвонит доктор и даст какие-то советы в этом плане. Да, доктор действительно перезвонила. Мы в тот момент куда-то ехали. Я помню, он стоял на станции Earth Court. Очень плохо было слышно по телефону, конечно. Но что она нам посоветовала, это попить витаминчики. Ну какие нафиг витаминчики в таком-то нелегком деле. Слава богу, мама хоть корвалол с собой привезла. И валерьянка, естественно, не помогала. В общем, очень сильно сбилась наша иммунная система. Но она посоветовала, в принципе, хороший витамин. В6 и В12, по-моему, мы купили. И да, в самый такой тяжелый момент он не помогал. Но постепенно, через месяц, через два, я почувствовала его эффект. То есть, все тело было ватное. Мозги вообще не работали. У меня просто вата была в голове. Я не могла собрать все дела, про которые я уже рассказывала. Там очень огромное количество тела всплыло. И все это легло на мои плечи. И это была очень тяжелая ноша для меня. И, конечно же, все тело было в напряжении и на нервах. И да, вот через какой-то период времени, когда я начала пить эти витамины, все как-то пришло более-менее в норму. Но, конечно, мы и питались кое-как. И я уж не говорю о том, как мы выглядели. Одевались кое-как, как зачуханная я, вот помню, ходила, не красилась, не гладила ничего. Вот просто такой ослабленный организм. И ты как какая-то амеба плывешь по течению. Куда-то тебе надо, ты туда едешь. Я помню, в метро мы когда ехали на похороны. Я видела людей в каком-то таком размытом состоянии. Перед глазами все расплывалось. Я ничего не видела, прямо просто как в тумане. Едешь куда-то, и благо не пропустить свою остановку. Пару раз я, по-моему, пропускала. И вот это вот все свое ощущение, всю свою боль и все свои страдания я попыталась переместить потом в свой финальный дипломный фильм, который я снимала в марте, в апреле 2017 года, уже на последнем курсе своего университета. Там моя героиня также потеряла близких людей. И вляпалась в нехорошую историю. Об этом фильме я тоже буду рассказывать. Он уже есть у меня на канале. Если кому-то интересно, смотрите здесь. И вот все эти ощущения, впечатления и вот это вот внутреннее состояние я попыталась вложить в этот фильм. Очень тяжело было. Еле сдерживали слезы. И вообще постоянный комок в горле. Очень тяжелая была ситуация. Вот пока мы его не похоронили, после похорон как-то немножечко полегче стало. Ну потому что постоянно в напряжении. Ты не знаешь, когда его тело выдадут, когда эти похороны пройдут и вообще как все это будет. Мало того, что тяжело просто хоронить родного человека. Я никогда вообще до этого на похоронах не была ни на чьих, а тут родной брат. Ну а для мамы так вообще это сын. Так еще и в чужой стране. И все за свой счет. И ты даже не знаешь, что зачем делать. В общем, было очень тяжело. Психологически и психически мы были очень сильно подавлены. Но как-то справляться с этим надо было. И да, вот просто благодаря тем делам, которые я вычеркивала по списку. Об этом я уже рассказывала. И какие-то даже просто репортажи меня направляли делать. Мы ходили туда. Главное, чтобы отвлечься, отключить все свои мысли в голове. Потому что, естественно, там варилось очень много мыслей. И как все это произошло. Но мы так в конечном итоге не узнали. И только дела, какие-то ежедневные дела, которые входили в мои обязанности. Будь то прогулки с собаками. Я с ними каждый день гуляла. И с Кенсингтоном мы с мамой ходили в Хаммерсмит. И, кстати, собаки нас тоже очень хорошо и сильно успокаивали. Или, опять же таки, дети и дом, в котором я должна была что-то убирать, мыть и стирать. Все это как-то отвлекало. Каждый новый день заставляло подниматься и идти навстречу новым делам, новым целям. Поэтому хорошо, если есть такие дела. А если нет, это, конечно, очень тяжело переживать. Вот просто ничего не делая, ни с кем не разговаривая, никак не отвлекаясь. Поэтому, да, в такой ситуации нужно отвлекаться обязательно. Хоть какую-то часть времени вы не будете проводить в этих всех мыслях, которые, естественно, крутятся в вашей голове. Помимо этого, так как все мои друзья как-то отпали, у мамы там не было друзей, и, в принципе, они не проявляли никакой инициативы или желания общаться. Ну, просто у людей случилось горе, и лучше мы их оставим в покое, и не будем бередить себе душу. Я и это понимаю, но я вот, допустим, моей подруге Юле старалась помочь в том вопросе, хотя бы в котором я знала, что ей делать дальше. Когда у неё через полтора месяца после моего брата погиб муж. Ну, мы с мамой что делали? Мы просто выходили из дома. Дома сидеть мы просто не могли. Дом чужой, семья чужая. И постоянно слышать детей, или они веселятся, или наоборот, чем-то занимаются. В общем, разговоры чужие не хотелось, и мы выходили просто в парки. Ходили в парки, гуляли, лежали там на траве. Благо, в Англии можно лежать на траве в парках. И, кстати, мы даже дали этому название — заземляться. Мы ходили заземляться. Просто снимали обувь, носки и ставили голые ноги на землю, на траву. И так было хорошо. Мы просто лежим, впитываем вот эту природную энергию, отдаёмся небу, отдаёмся солнцу. И как-то забывается, как-то вот оно успокаивается, устаканивается. Вот какое-то вот такое общее состояние спокойствия, стабильности. Потому что всё было нестабильно в те дни. Ну, хоть как-то час-два мы вот так вот заземлялись. Кроме этого, на выходные также мы не хотели оставаться дома. И если мне моё агентство не давало какие-то задания, идти там снимать что-то, мы выезжали практически каждую неделю, там, в субботу или в воскресенье в Брайтон. Брайтон находится всего лишь в часе езды от Лондона. А так как мы с мамой обожаем море и морской воздух, и он нас действительно лечит, мы туда ездили. Солнца мы много не видели, практически не загорали, не купались. Чаще всего нам выпадали очень холодные, дождливые и ветреные дни. Именно вот на выходные почему-то в тот год нам не везло. Но мы вот просто тупо сидели на море, иногда прятались от ветра за какой-нибудь конструкцией, где там лежаки, допустим, складывают, и просто сидели в прострации, так скажем. Ну, а когда было уж очень сильно ветрено или холодно, ходили по Брайтоновским магазинам. Помните, я рассказывала про то, как мы нашли парохолку, кто не помнит, смотрите в этом ролике. Очень интересный магазин, и вот там вот поразглядывать все эти вещи очень хорошо нас отвлекало от чёрных и негативных мыслей. То есть да, нам на тот момент нужна была какая-то поддержка, чтобы с нами друзья хотели общаться, чтобы мы куда-то выходили и забывались, забывались и забивали свои мысли о том, что случилось. Поэтому вот если у вас, не дай бог, у кого-то что-то произойдёт, у друзей, у знакомых, пожалуйста, поддержите их, им очень нужна ваша поддержка. Не оставляйте одних, людям тяжело справиться с такой ситуацией одним. Ну, а так в будние дни мы по вечерам ходили с мамой в Редьюс, покупали дешёвые продукты. Помню, тем летом очень много в Сейнсбурге и в Теско было дешёвых котлет, полуфабрикатов. И кажется, именно вот на этих котлетах мы сорвали себе желудки. И сейчас у нас до сих пор есть проблемы с желудками. И у меня очень сильно болел живот. Я решила пойти в emergency и спросить доктора, что это такое, потому что я уже боялась. Может, у меня уже какая-то болезнь там организовалась в связи со всеми этими переживаниями. Ну, доктор пощупал, посмотрел, сказал, что всё в порядке. Спросил, были ли какие-то нервные ситуации. Я сказала, да, конечно, у меня вот погиб брат, и вот очень много всяких проблем приходится решать. Он говорит, ну, тогда это всё нормально. Говорит, всегда в таких ситуациях желудок забивается газами, и поэтому у тебя просто болит от того, что у тебя там есть воздух внутри. Попей слабительный, обезболивающий. В общем, как только схлынут все вот эти вот проблемы, дела, так и пройдёт. Да, в принципе, по большому счёту, через какое-то время, там полгода-год, всё это восстановилось, встало на свои места. Но с желудком до сих пор есть проблемы, и я считаю, что это озвуки той нервной ситуации, которую мы тогда пережили. Такого до смерти брата у нас никогда не было. В итоге, спустя 2,5 месяца мы дождались похорон брата, и как только мы его похоронили, стало намного легче. Не было вот этого вот ежедневного, ежечасного периода ожидания того, что тебе позвонят и скажут, забирайте тело и можете хоронить. Ну, а про то, какие мне пришлось пережить перипетии со всеми его делами, пока я закрыла абсолютно все вопросы. Прошло 2 года, об этом я тоже буду скоро рассказывать. Пока на этом всё, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok